Президент Сором Вайчимбеков подписал указ об образовании комитета по развитию промышленности и предпринимательства. Президент лично возглавил комитет. Заместителем стал Кубатбек Буронов в составе депутата Джигурку Кенеша, члена правительства, представители торгово-промышленной палаты, Международного делового совета, Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг и Ассоциации производителей Кыргызстана. Данный комитет, он в целом направлен на консолидацию всех усилий и ресурсов для того, чтобы мы могли выработать рекомендации по проведению промышленной политики, проведению мер или реформ в сфере улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата в Крымской Республике. Основной целью данного комитета это выработка рекомендаций по этим сферам на базе анализа всех проблем или трудностей, которые на сегодняшний день испытывают в особенности в региональном разрезе. То есть в рамках данного комитета будет проведена работа по анализу региональных программ развития. Напомним, президент Сором Баджимбеков обещал создать данный комитет 17 сентября текущего года на встрече с представителями бизнеса общей страны. Он сообщал, что главной задачей комитета станет определение промышленной политики. Так, в функции органа вошли анализ, мониторинг и оценка государственной политики в сфере промышленности и предпринимательства, а также выработка рекомендаций и предложений. Мы поговорили с одним из членов комитета. Мы эту идею очень положительно восприняли и ждали долго создания этого совета, потому что надежд много. Этот совет, видите, объединяет и законодательную власть, и исполнительную, и все это под председательством президента и с участием бизнеса общества. То есть широкий круг бизнеса общества. Там и наши ассоциации торгово-промышленная палата, и Легпром, и ассоциации рынков. То есть очень много ассоциаций, есть и главы некоторых предприятий. Поэтому мы надеемся, что многие вопросы удастся решить на этой площадке. Государственным органам и местным властям поручено содействовать комитету в исполнении возложенных на него функций, в том числе предоставлять документы и материалы, за исключением документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну. Ну а другой член комитета и президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Сапарасанов отметил, что благодаря данному комитету будет возможность развить отечественный промышленный сектор. Этот комитет направлен на развитие отечественного производства, отечественного промышленного сектора. Мы надеемся, что на этом комитете будут рассмотрены комплексные вопросы, не только касательно решения насущных проблем, которые у нас существуют, а именно искоренение корня этих проблем. То есть это что такое? Это комплексный подход именно развития отечественного производства. Мы должны понимать, у нас нет нефти, у нас нет газа, у нас экономика должна строиться на производстве. Пока у нас экспортный потенциал не будет превышать, чем импорт, у нас экономика не будет развиваться. Мы это должны понимать. Сапарасанов также отметил, что в первую очередь его радует тот факт, что Комитет по развитию промышленности и производства состоит не только из представителей власти, но и из представителей бизнес-сектора, граждан, которым теперь удастся о своих проблемах напрямую говорить власти. Айзада Урумбаева, Бакыт Мамацаев, Пирамида.